дорогие шаг назад немножечко о том что было раньше потому что мы с вами встречаемся раз в неделю в книге деяний мы прошли с вами пять глав и мы увидели что лука написал феофилу еще одну книгу помимо то что мы называем евангелием от луки он продолжил свое повествование и мы знаем что феофил был человек важный если лука таким образом распорядился своим временем и написал такой многозначительный труд сообщая ему о том что иисус делала чему учил от начала и как происходили последующие события и в этой книге он феофилу сообщает о том что апостолом иисуса христа и семей десяти и ученикам было обещано излияние духа святого на пятидесятницу это не было это не звучало так что я и залью на вас дух он говорит я умолю отца я умолю отца и мы уже изучая израиль знаем что ученики находясь в общении в единстве в молитве молении в учении апостолов вот это вот учение апостолов в деяниях не расшифрованы но они находились мы знаем что нового завета не было есть тонах а по на ху пасхальное время это время отсчета омеров снопов до пятидесятницы и будучи всех галилеянами кроме иуда искариота они вернулись в иерусалим в котором уже начались гонения и они ожидали обещанного пятидесятница и на пятидесятницу мы видим разницу между тем как петр убоялся после распятия иисуса христа и как он отрекался от него и в принципе все его предали до того состояния когда он с дерзновением начинает говорить истину о боге он говорит о том что бог воскресил его расторгнув узы смерти его невозможно было удержать что давид говорил о нем что он видел пред собою господа возрадовалась его сердце сердце давида для евреев это очень знаковая личность и начинают происходить чудеса петр и иоанн они посещают синагогу они идут храм исцеляют храмова и начинается зависть у фарисеев и садукеев к тому что производят апостолы они считали это течение еретическим а тут происходит чудеса и люди наблюдающие все эти события они славят господа и первый приход в синедрион петра и анна где им строго было указано чтобы они не говорили об исусе понятно что этот запрет нарушается синедрион мы с вами разбирали что это такое это очень серьезное место это не поговорить это и законодательные органы не могли привести в исполнение даже смертную казнь поэтому как ведут себя апостолы с каким дерзновением они говорят слова мы это видим и мы с вами увидели то каким образом происходит устройство первой церкви не было в этом собрании в экклессии никого нуждающегося потому что была договоренность внутри собрания что все кто владеет землями домами они продают свои имения и приносят и слагают их у ног апостолов и тут два таких полярных события происходят когда мы видим иосию который продает свою землю и приносит деньги к ногам апостолов его апостолы прозвали варнавую его родное имя и оси а затем мы видим она не и сапфиру и тут совершенно другая реакция и дух святой подтверждает обличение петра она не и сапфири петр говорит ли чего то допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать духу святому чем ты владел не твое ли было зачем вот это лукавство получается в самом начале новозаветной церкви господь убирает лукавство из среды народа его и подтверждает обличение петра тем что и она не и сапфира на глазах у всех присутствующих они падают мертвые и готовят погребению и погребают и мы видим еще и гонение на церковь 5 глава она достаточно длинная когда петр получает уже петр апостолы говорят что мы должны повиноваться больше богу нежели людям потому что синедрион продолжает держать их в темнице ангел открывает темницу увещать их и угрожать им они получают уже до 40 палок и они апостолы наши драгоценные когда их били и запретили им говорить об имени иисуса христа и когда их отпустили они пошли из синедриона радуясь вот посмотрите их избили палками они идут радуясь что за имя господа они удостоились принять бесчестие вот такое и продолжается что проповедь евангелия всякий день в храме по домам не переставая учить и рассказывать об иисусе христе благовествовать о всем том что он делал и что он повелел делать и вот 6 глава мы с вами в 6 главе в преддверии 6 главы мы сейчас ее послушаем и слушать мы будем сегодня библию под редакцией кулакова хочу сказать что все наши переводы вот наш синодальный перевод который как правило у наших руках и он был издан впервые в 1876 году российским библейским обществом старое издание и появились новые переводы и вот новый русский перевод датируется 2014 года а под редакцией кулакова есть тоже современный перевод который выполнен институтом перевода библии библейский богословский институт принял в этом участие и новая версия 2015 года вот самая а скажем так поздняя версия которую мы сейчас смотрим и современный перевод деяния апостолов 6 глава мы начнем с того что мы ее прослушаем все и потом начнем обсуждать как это мы обычно делаем стих за стихом давайте сначала внимательно послушаем о чем шла речь в это же время когда число учеников продолжала расти те из них кто говорил только по-гречески стали роптать на местных иудеев жалуясь на то что при ежедневной раздаче пищи их вдовы обделялись тогда двенадцать созвав всех учеников сказали мы поступим неверно если оставив слово божие будем заниматься раздачей пищи изберите же братья из вас семь человек пользующихся доброй славой исполненных духа и мудрости им поручим это дело и тогда мы сможем полностью посвятить себя молитве и проповеди слова божия это предложение было одобрено всем собранием и они избрали стафана человека исполненного веры и духа святого и вместе с ним филиппа прохора никонора тимона пармена и николая прозелиты из антиохии и поставили перед апостолами и те помолившись возложили на них руки слово божие распространялось все шире число учеников в иерусалиме быстро росло и многие из священников приняли веру стефан исполненный благодати божьей и силы совершал в народе великие чудеса и знамения но против него выступили некоторые из синагоги вольноотпущенников как ее называли то были иудеи из кирены и александрии а с ними и другие из килики и оси они стали спорить со стефаном однако не могли противостоять дарованной ему духом святым мудрости с которой он говорил тогда они подкупили несколько человек чтобы те заявили мы слышали как он хулил моисея и даже бога возбудив против него народ старейшин и книжников они набросились на него схватили и привели в синедрион там они выставили лжесвидетелей утверждавших этот человек не перестает выступать против этого места святого и закона и мы слышали как он говорил что тот самый иисус из назовета разрушит храм и переменит те обычаи которые передал нам моисей все сидевшие в синедрионе не сводили со стефана глаз и его лицо казалось им подобным лику ангела вот такая вот глава удивительная в последующем будут происходить еще знаковые события но мы сейчас видим новый персонаж здесь стефан но сначала немножко о другом по мере того как церковь разрасталась мы видим что в ней возникли некоторые проблемы иудеи как ни один другой народ они обладали высоким чувством ответственности за судьбу за судьбу своих сограждан смотрите в эти дни когда умножились ученики произошел у еленов ропот на евреев и вот мы говорим что иудеи они сочувствовали своим согражданам что в синагогах практиковали обычаи каждую пятницу рынок и дома сограждан по ним ходили сборщики они собирали деньги продукты товары в помощь нуждающимся каждую пятницу это происходило а пятница это день мы знаем что вечером начинается шаббат а утром вот это происходило перед шаббатом рынки дома посещали эти сборщики и все это распределялось в тот же день и те люди которые временно попали в нужду они получали ну достаточно получали чтобы прожить это не просто чуть-чуть они получали столько чтобы им хватило поесть 14 раз они они могли поесть два раза в день в течение всей следующей недели понимаете да если каждую пятницу идут по домам собирают деньги продукты товары то и разделяют так чтобы человек который нуждается нуждается ему хватило до следующей пятницы они понятно что не избычествовали они могли поесть два раза в день но в течение всей недели и ну скажем так фонд купна вообще она называется или корзина называется из которого делались эти распределения и кроме того каждый день каждый день собирали по домам для остро остро нуждающихся сограждан были и такие не просто попавшие в затруднительное положение а вот острая нужда вот это у этого фонда тоже там была корзина называлась это был лоток такой лоток для остро нуждающихся и это было всегда в Израиле такое было всегда вот каждую пятницу происходило нечто по сбору продуктов товаров и денег для нуждающихся людей а для остро нуждающих вообще ежедневные сборы были и ясно дело хорошее что христианская церковь она этот обычай она переняла и вот происходит вот то что мы видим в первом стихе с одной стороны были иудеи иудеи которые жили в Иерусалиме и Палестине они говорили на арамейском дорогие у меня у кого-то шумит микрофон выключите пожалуйста микрофон ага иудеи жили в Иерусалиме они говорили на арамейском это их язык предков они гордились этим что в их крови нет никакой иностранной примеси скажем так чистокровные евреи но были и такие иудеи которые проживали в других странах было же рассеяние мы помним это они проживали в других странах они пришли в Иерусалим на пятидесятницу они познали Христа они приняли эту веру но многие из них они уже в течение нескольких поколений жили за пределами Палестины и родной язык уже был забыт и многие из них говорили уже по-гречески потому что греческий язык очень сильно был распространен мы с вами знаем что новый завет написан на греческом это самый распространенный язык того времени и естественно что иудеи говорившие по-арамейски они смотрели свысока на тех которые жили за пределами Палестины некое такое высокомерие некоторое даже может быть и ну презрение скажем так не побоюсь этого слова это все накладывало определенный отпечаток вот на раздачу на раздачу вот это милостиной произошел ропот у еленистов вот елени это люди говорящие на греческом языке на евреев и елени и евреи здесь большой буквы подчеркивая то что есть смысл обратить внимание что евреи они тоже как бы разного сорта вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей у еленистов вдовицы были пренебрегаемы и это очень серьезный разговор то что мы сейчас затеяли по какой причине вдовицы вдовы говорящие по-гречески были обойдены их обходили возможно даже умышленно появились вот такие жалобы и апостолы понимали что им конечно лучше не вмешиваться в это дело вот это вот раздача всего земного это дело очень скандальное достаточно угодить здесь сложно мы видим что здесь нас взял конфликт и они предлагают выделить специальных людей семь человек и были избраны дьяконы для для совершения для исправления этой ситуации для совершения этого дела очень интересно то что первые администраторов церкви дьяконы это администраторы церкви они были избраны для практической работы сверьте это с собраниями со своими где ходят для очень практической задачи Не для разговоров, не для рассуждений, не для объявлений. Это были практики. У них было конкретное дело. И мы с вами вот это вот видим. Вот это назначение семи диаконов. И это имеет последствия для церкви. В сущности началась, я бы так сказала, некая даже борьба. Вот давайте вот послушаем сейчас вот что. Иудеи всегда смотрели на себя, как на избранный народ. И в этом нет ничего бы страшного, они действительно избраны Богом народ, если в этом нет превозношения. Что все другие вообще никто. Давайте вот об этом немножечко сейчас. Вот это слово избранный, они, конечно, толковали неверно. Они считали, что евреи, иудеи избраны и наделены, ну, такое слово я подобрала, особыми привилегиями. Что для других народов, послушайте, для других народов Бог не призназначил никакой цели. У евреев есть цель, они избраны, Богом предопределены. Это Божий народ. Вот я говорю вот с позиции иудеев того времени. А для других народов вообще нет никакой цели, никакого предназначения для Бога. Бог как бы к ним равнодушен. Они доходили до того, что восприятие было какое, что Бог создал язычников только для того, чтобы язычники стали их слугами, давайте вот так скажем. И так как ад создан, есть место Божьего гнева, Божьего огня и вот туда всех язычников. Бог будет язычниками ад топить, но топить не в плане воды, а в плане огня. Вот самые скромные мечты иудеев заключались в том, что язычники станут слугами, а самые смелые мечты иудеев, что адский огонь для язычников приготовлен. Они никогда, вот представьте себе из поколения в поколение, из рода в род, избранный народ, избранный народ и их история, которую они свято чтут. Они никогда даже не помышляли о том, что Бог может избрать язычников и возложить на них и уравнять их вместе с иудеями. Возложить на них определенные задачи, что Бог на них вообще будет смотреть очень серьезно и приведет вот этих людей ровно таким же отношением с Богом, какие имеют они. Какими удостоились они от начала. Представьте вот такую ситуацию. Они даже не помышляли об этом. У них даже речи не было о том, чтобы ввести язычников в присутствие Господа. Пока речь шла только об евреях, то это избранничество. А когда это идет разговор о язычниках, то здесь вот слом мозгов вообще для иудеев. Вот такое скромное начало. Речь идет сейчас об иудеях, говорящих по-гречески. Это пока еще не язычники. Про язычников вот я вам сказала только что. Это вообще дрова для ада. А здесь те же самые иудеи, но они не говорят по-арамейски. И вот сейчас избираются семь. Пока общий такой обзор. Ни одного из семи не было, если посмотреть, еврейского имени. Я думаю, это тоже не случайно. Давайте посмотрим в пятом стихе. Мы сейчас проходим такой некий общий обзор, потом будем более детально смотреть на стихи. Избрали Стефана, Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена и Николая. Антиохийца, обращенного, вот этот вообще был из язычников. Николай был язычником. Он принял иудейскую веру. Это празелит, практика такая была. Но для присутствия даже в храме для них было отделено другое место. Не столь почетное, как для иудеев. И, наверное, мы с вами еще посмотрим на помазание Стефана, говоря про эту главу. Стефан видел то, что весь мир принадлежит Христу. Иудеи ценили Иерусалимский храм очень высоко. Лишь там они могли приносить жертву Господу. Лишь там они могли истинно поклоняться Ему. И они имели закон, который никогда не мог быть изменен. А Стефан что говорит? Что когда-то храм разрушится, и закон будет ступенью к общему Евангелию. Что это все распространится по всему миру. Давайте посмотрим. Стефан, исполненный верой и силой, совершал великие чудеса и знамения в народе. Мы видим, что в синагоге вступили в спор со Стефаном, но на нем была особая мудрость, но не могли противостать мудрости и духу, которыми он говорил. Тогда научили они некоторых и пошла клевета на Стефана. Ну вот, мы увидим потом в последующем, там дальше, когда Стефан, он же, у него есть эта проповедь, Стефана, но вот наша глава, шестая глава, мы видим, что никто возразить ему не мог. аргументы, которые высвобождал Стефан, возразить этому было невозможно. Поэтому иудеи решили прибегнуть к силе, к обману и арестовывать Стефана. Деятельность, конечно, у него очень короткая, жизнь короткая, но очень яркая. Он первый понял то, что понимаем мы сейчас, что христианство не должно оставаться прерогативой иудеев. Это Божий промысел, это Божие предложение всему миру. Для иудеев это разрыв шаблона. К этому иудеям надо было еще прийти. Поэтому то, что мы видим в первом стихе, то, что церковь новозаветная приняла как общую хорошую тенденцию заботиться о несчастных согражданах и то, что в конечном счете привело к разногласиям. Вот я вам сейчас объяснила, почему разногласия. Это не потому, что они не могли поделить это все ну поровну, честно. Это менталитет. Тут есть более значимые люди, кастовость такая и менее значимые люди. Даже если ты еврей, но живешь не в Палестине, живешь не в Иерусалиме, ты уже не той касты, что тот, который говорит на арамейском. Ты даже на арамейском не говоришь. Вообще какой ты еврей. Ты прожил всю жизнь в других странах, ты принял совершенно чужой язык, ты свой растерял. Ну какое качество еврейства в тебе, если ты вообще поколениями проживал в других странах. Вот чтобы мы вот это вот понимали. И вот сейчас мы можем об этом сейчас немножко поговорить. Насколько это было вам известно, насколько это вам сейчас откликается, прежде чем мы с вами посмотрим на комментарии вот уже в каждом отдельном стихе, взглянув на и на Стефана, и на Филиппа, и на Прохора, вот на этих семеро, почему они носили греческие имена. Стефан, мы видим, и совершал великие чудеса и знамения. И вот христианская община, которая унаследовала от иудаизма заботы о бедных и нуждающихся, я вам еще одно место такое приведу, чтобы вы видели, что это не однажды здесь встречается, и потом мы с вами начнем обсуждение. Почему они вдруг стали продавать имение и слагать к ногам апостолов? Это все вот отсюда. Унаследованная из иудаизма забота друг о друге. Посмотрите, во второй главе мы это уже проходили, но тогда мы об этом так предметно не поговорили. И может быть для кого-то было странным, а почему вообще они додумались до этого продавать имение? Почему Варнава землю продал? Почему Анания и Сапфира тоже продали и несут? Несут, тем не менее, слагают к апостолам. С какого перепуга они вдруг это начали делать? Вот смотрите, вторая глава. Все же верующие были вместе и имели все общее и продавали имение и всякую собственность и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Это унаследовано от иудаизма. Давайте еще одно место посмотрим в четвертой главе. Мы тоже касательно прикасались к этим вещам, хотя вот об этом не говорили, о такой традиции. Четвертая глава. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавали их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось, в чем он имел нужду. так Иосия, прозванный Варнавую, сын утешения, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги, положил к ногам. Апостолов, мы это видим? Мы это видим. Аллилуйя. Слава Богу. И, пожалуйста, кто первый, на что вы обратили внимание, что было важным для вас в сегодняшнем нашем вот таком вот разговоре, этой короткой главы. но мы с ней только начали, поэтому, конечно же, мы продолжим. И кто первый, включаем микрофон и, пожалуйста. Татьяна. Да, Таня. Ну, меня так зацепило, что вот было отделено духовное от дел насущных. Вот там про эту кормежку, про что это понятно, что это все нужно для людей. Но вот это отделение, оно как-то так мне вот, ну, это должно быть так, чтобы одно другому как бы оно не мешало. Дела духовные, они есть дела духовные. Вот. И про то, что из-за чего был, почему они так на Стефана получились, я тоже не понимала. Вот. А теперь я понимаю. Спасибо большое. Доброе врачи евреи. Господь не такой. Спасибо ему за то, что он нас принял и привил. Это еще раз колыхнуло эту тему прилития. Спасибо большое. Спасибо, Таня. Вот, кстати, вот здесь вот есть такой момент, прежде чем я предоставлю микрофон другому человеку. Тогда 12 апостолов. Вот мы, есть смысл обратить на это внимание. Я сейчас открою Евангелие от Матфея и прочту вам один стих. Не нашла она вскидку. Я, знаете, что хотела сказать? У нас с вами сейчас, сейчас все-таки попробую. Надо было закладку сделать. нет, это скорее всего не от Матфея. Ну, что именно? Они уже говорили. Было заменено 11-12, а не какое-то время их было, оставалось 11. Мы помним, что после, сейчас попробую через Луку это посмотреть, но если сейчас уже по типу если повезет. Сейчас, одну секунду. Перенадеялась на свою память. И возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. Это Евангелие от Луки 24-я глава. Вот кто обращал на это внимание? Вообще мы всегда говорим 12 апостолов 12 апостолов. Но их не 12. Вот оно. Возвратились от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. Еще одно место сейчас посмотрю. И встав в тот же час возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними. Это тоже Евангелие от Луки. А вот здесь в 6-й главе тогда 12 апостолов. Вот здесь вот 11 впервые заменяется на 12, потому что мы знаем предшествующее событие, когда они выбирают 12-го, когда жребий брошен, выпало жребий Матфея, и он сопричислен к 11-ти апостолам. Вот это вот первая глава меняет вот это название 11 на 12. Они уже в последнее время ходили как 11, начиная с пасхальных времен, когда произошла вот эта вот прямая открытая и такая грубая измена со стороны Иуды, который был из Кариота. Мы с вами книгу читали Андреева про его переживания, про то, что Иисус не оправдал желания Иуды. Он-то надеялся, что он царь, он-то надеялся, что он сейчас возглавит страну, поднимет восстание, вернет достоинство. Долго терпели евреи. Вот он пришел, назвал себя сыном Божиим, но ведет себя не так. Он не оправдал ожиданий, и отсюда такое разочарование. Пожалуйста, следующее. Все-таки вернемся в шестую главу, чтобы не размывать последовательность. Конфликт эллинов и евреев. Мы знаем причину. Мы видим, что выбрано семь диаконов. Что идет отделение духовного от телесного. Пожалуйста, кто следующий, кто что увидел. Еще раз хочу сказать, что информация не равно трансформации. Если мы с вами это все не проговорим, помните, мы статистику с вами поднимали, что когда это аудио формат, когда вот такая вот говорящая голова, как я сейчас, то это утрачивается информация на 95%. Вот считайте, что плод от нашей встречи, если мы все это не обсудим, 5% из 100. Это очень мало. Получается, через какое-то время вы будете обсуждать эту тему, вы не поднимете ничего. Было что-то вкусное, было что-то интересное, но не проговорено. Когда человек проговаривает, то это 35-40% усвоения, это уже хорошо. У нас сейчас нет ни презентации, мы не видим друг друга, но у нас есть в руках писание, к которому мы можем вернуться, если возвращаемся тут же, по свежим следам. В течение трех дней информация теряется. Мы с вами в течение трех дней не вернулись к этому материалу, не прочитали еще раз, не утвердились в услышанном, все, информация теряется. Поэтому ценность обратной связи в том, что мы проговариваем то, что услышали, на что Господь обратил наше внимание. Включаем микрофон, кто следующий? Много новое. это что уже тогда начали евреи говорить на греческом, забывали свой язык и только из-за того, что они жили в другой земле и говорили другие или потерянный свой язык, их уже исключали из еврейского круга и не так к ним относились, как должно было быть евреем, да? Это для меня было ново и очень интересно, если я сейчас буду сравнивать это с нашим временем. Слышит меня кто? Я что-то никого не слышу. Нет, все слышно, все прекрасно, да, есть параллели, есть протяжка к нашему времени. Это любые переселенцы, согласитесь, да? Это как бы любые переселенцы. Есть коренные и они более значимы, а есть переселенные. Я думаю, это и Германия имела отношение, что коренные немцы это одно, а переселенцы это к ним другое отношение, да? Я теперь могу это больше понять в этом, потому что я сама переселенка, хотя 3-4 года все относится по-другому, как к местному, да? И это евреям было больно, потому что они же избранный народ, и им казалось все равно, в какой стране они живут, какой язык они употребляют, но нет. Как у нас русские евреи говорили, пока жили в России, были евреи, как приехали в Израиль, стали русские. Да, да, это вот об этом. Пока жили в Греции, были евреи, как приехали в Палестину, стали греками, эллинами. Почему тут мы видим в первом стихе эллинисты. Произошло с эллинистами ропот на евреев. Да, Люба, пожалуйста. Спасибо, Элла. Люба. Та же тема, что сейчас Элла подняла, вот, то, что евреев, которые говорили на арамейском, язычники станут их слугами. Ну, ладно, с этим еще можно смириться, но те же, когда отношения к эллинистам, которые, те же евреи только переехали в другие области и говорят не на арамейском, на греческом, но они же евреи тоже по крови и такое же отношение к ним, как к язычникам. Конечно, меня это было новостью. Вот вы знаете, мы сейчас в библейской школе изучаем Израиль и столько много открытий, вот это в том числе, если не знать культуру Израиля, то вообще непонятно, что они тут делят, какие они тут, зачем они кормят, да еще и ссорятся, сейчас мы понимаем, это было всегда в народе Израиля. Вот оно, каждую пятницу собирают, каждый день собирают, заботятся. Есть такой анекдот, вот такого нуждающегося человека закрепили за богатым евреем, и каждый месяц этот нуждающийся человек, нуждающийся еврей, он приходил к богатому еврею, и тот ему давал деньги, давал одежду, заботился о нем, и в основном это были финансы, и вот в очередной раз вот этот нуждающийся еврей приходит в назначенное время к своему добродетелю, а тот говорит, извини, дорогой, день рождения был у жены, у моей, у нее юбилей, и я купил ей очень дорогой подарок, а этот неимущий еврей слушает, и что, он говорит, ну не могу я тебе в этот месяц что-то отделить, а он говорит, ты купил дорогой подарок на мои деньги, они привыкли к этому, они привыкли к этому, это было всегда, и зная традиции народа, мы сейчас понимаем, почему конфликт возник, спасибо, Люба, а вообще это вот и для нас, да, вот Любаш, это и для нас, действительно, это и для нас, перед шаббатом, вот такое конкретное дело, ведь шаббат, он только-только вернулся, вернулся в среду христианства, по большому счету, об этом были знания, но никак не понимание, у людей складывалось впечатление, что покой, это любой день, который я избираю, и что шаббат, это только для евреев, но шаббат, он пришел, когда еще не было избранного народа, это буквально первые главы бытия, и завершил Бог дела свои, и отделил день седьмой, вот тогда еще не было избранного народа, еще только был Адам, еще даже Евы не было, но уже он отделил седьмой день, назвал его шабатом, священная суббота, и мы с вами увидели, что и неделя то у нас не та, и месяц то у нас не тогда начинается, одни сплошные перевертыши, потому что день у нас обычно начинался с утра, утром проснулись, новый день, еврейский взгляд, божественный взгляд, мы говорим божественный взгляд, и был вечер, и было утро, все начинается с покоя, все начинается с вечера, и шаббат это не любой день, это торжественное собрание, Господь говорит, вот праздники мои, это день отделенный специально для встречи с Богом, Бог его для этого и отделил, потому что он не спит и не дремлет, зачем ему отдыхать, но он отделил его для человека, чтобы в этот день особенно его благословить, почему торжественное собрание, потому что Бог приходит на эти собрания, он назначенные времена и сроки определил, а люди вот через призму, может быть, даже языческого подхода, потому что мы приняли языческий образ жизни, у нас языческая неделя, которая начинается с понедельника, завершается воскресеньем, у евреев не так, у них все начинается в субботу вечером, начинается первый день недели, воскресенье это первый день недели, и получается мы с вами никуда не попадаем, если жить по нашей неделе, к которой мы привыкли, то мы никуда не попадаем, ни в один праздник мы не попадаем, если нам сказать мы собираемся в первый день недели, люди соберутся в понедельник, евреи соберутся в воскресенье, мы уже не встретились, и вот этот еврейский взгляд, мы его вот здесь вот видим, что там произошло, оказывается, евреи начали превозноситься, это все о них и про них, но они по-своему право, это люди завета, только с ними заветы заключались, больше ни с кем, они богом избраны народ, а остальные для чего? Ну, в лучшем случае, как мы видим, слуги, в лучшем случае, в худшем случае богу до них все равно, это не его народ, ему все равно, что с ними происходит, но и соответственно в разделении вот этого материального, ну кому все должно достаться, ну понятно, что евреям, а потом уже там немножко остальным, если милосердие есть в моем сердце, ну чуть-чуть и тебе дадим, но не так, как еврею, не так, как истинному бога избранному и говорящему на арамейском халюлое. Можно еще? Да, пожалуйста, конечно, конечно. Теперь я могу намного лучше понять в детстве, вот в детстве, я, наверное, еще в школу не ходила, у очень многих немцев в России, там, где я жила, были женщины, пожилые, те, которые, ну вот, после лагерей, после войны пришли ни семьи, ничего, и ни домов, и вот наши родители, еще знаю, знакомые, взяли такую женщину к себе, да, и она, она у нас жила, она даже в нашей девичьей, девичь, девичь, девчоночной комнате жила, и она нам помогала во всем, что она могла, никто ее не заставлял, вот она может, она встала, сделала то и то, и она уже старенькая была, в лагерях же тогда, в рабочих, их же сильно, так же, как и на войне, они все иссохшие были такие, и вечером, когда мы ложились спать, она всегда говорила, господи, я так благодарна тебе за этот отдых, и что начинается новый день, а я всегда, а я всегда думала, а как это новый день, ведь днем же, утром завтра начаться, а теперь я понимаю, почему, и она каждый вечер это говорила, благодарила Бога, и благословляла соседей, и у меня сейчас такая волна с детства пришла, Аллилуйя, вот оно, вот оно, Божий взгляд, понимаете, привитие к своей жизни, если мы хотим, действительно, Божий взгляд, да, мы говорим, Израиль, он меняет, он трансформирует человека, вот, вот, вот они воспоминания, оказывается, были люди, которые на общем фоне не ассимилировались, и не говорили, что утром начинается день, он начинается с вечера, он начинается с отдыха, все по-божьему, слава Богу. Дорогие, у нас еще чуть-чуть времени, совсем чуть-чуть времени, Валерий, можете включить микрофон, Таня Заварский, можете включить микрофон, сказать свои, свою атмосферу, которую вы переживаете сейчас, свои впечатления от услышанного, вот это удивительно главы. Да, да, я, Татьяна, я хочу тоже сказать, мне это задело вообще, сколкнуло, и наполнило, отношение к народу, который сюда приехал, в общем-то, действительно, очень многие семьи, которые вообще не говорили по-немецки, как трудно им было, да, они, в общем-то, и не виноваты, они, получилось так, что их переселили, и жили они, если не было старых людей с ними, то они не знали языка, и это больно было слышать, это одна сторона, а вторая, то, что вот Стефан, Стефан, который, исполненный духа веры, и, и такой, ну, уверенности, что ли, и совершал великие чудеса, и тем не менее, все-таки его оболгали со всех сторон, да, и объявили, что он вообще не, 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 хочет разрушить церковь, и вот, он, может быть, сам даже и недостаточно хорошо объяснил, что такое, или, может быть, он сам тоже не знал, что такое разрушить церковь, то есть, храм разрушить, храм разрушить, не церковь, а храм, да, и, и он, наверное, может быть, тоже сам не допонимал, почему, почему его, вот, он так выступил, так горячо, так объяснил, все разложил, что называется, историю пополочков, но тем не менее, его забили, да, камнями, и, вот это меня очень, ну, непонятый он, а может быть, он и сам, до глубины не понимал, и он все-таки понимал, но не смог вынести свое, ну, свое мнение, или мнение, то, что Иисус, ну, завещал, да, и говорил, что храм, это, это, это не только здание, да, а именно, ну, как-то вот, вот это меня очень, что грамотный, умный, оснащенный, вооруженный, что называется, словом, и тем не менее, он был, ну, забит, и ведь, забивали-то не какие-то люди, а забивали евреи, да, получается. Мы познакомимся с ситуацией, со Стефаном, более подробно, потому что мы видели, что Синедрион и члены Синедриона, фарисеи и Саддукеи, вот эта вот элита, они были исполнены зависти, вот то, что мы читали ранее, по отношению к чудесам и знамениям, которые совершали апостолы, и вот здесь мы посмотрим, почему же они оболгали, почему же его аргументы, которым они не могли противостать, на котором была сила и помазание Духа Святого, и почему же это привело к его гибели в конечном счете. Но это дело будущего, но вот уже как бы цепляет. Хорошо, Таня, спасибо. Хорошо, дорогие, мы будем завершать сейчас. Валерий, включите микрофон, помолитесь в конце служения. Мы завершим. Короткая глава, короткая, но она дает очень интересный исторический пласт для нас, для рассуждения, и вот видите, какие интересные моменты в нашей жизни всплыли уже с привязкой к сегодняшнему дню.